Основные соревнования среди представителей королевы спорта, так называют лёгкую атлетику, проходят на центральном стадионе. Там легкоатлеты состязаются в беге на различные дистанции, а также прыжках в высоту и длину с шестом. В Адлере на стадионе «Юность» метают диск и молот. В Сочи съехались первые номера сборной России. В секторах и на беговых дорожках кубка – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Всего участие в кубке страны принимает 300 спортсменов. Сборную Краснодарского края на турнире представляют 35 человек. Для многих из них это первый старт летнего сезона. Промежуточные результаты выше среднего. Тренеры довольны. Задачу – побить рекорды легкоатлетам, пока не ставили. Сезон у нас очень длинный. Чемпионат мира в конце сентября, в начале октября. Поэтому ни руководство сборной, ни команды, ни сами спортсмены с личными тренерами не планировали выход в высокие результаты в мае месяце. С июля уже мемориал братьев Знаменских. Уже там нужно начинать показывать высокие результаты. В конце июля чемпионат России в Чебоксарах. Потом вернемся опять к вам в сентябре на командный чемпионат России. Надеемся, будет больше допусков у нас. В Сочи сборная по лёгкой атлетике проводит больше времени, чем дома. Здесь у спортсменов сборы с октября по май. Климат идет на пользу, поэтому нынешний турнир, который спортсмены назвали отправной точкой, в любом случае будет показательным. И в том числе покажет, кто поедет на чемпионат мира. Среди претендентов лидер сегодняшнего дня, лучший в метании диска на чемпионате России в 2018 году Алексей Худяков. Сегодня в своей последней попытке он отправил снаряд на 64 метра и 96 сантиметров. Но этого оказалось недостаточно. Мне надо все равно показать норматив 65 метров на чемпионат мира. А у меня всего лишь 64,96-4 сантиметра не хватает. Вот мне нужно сейчас буду на всех стартах, которые есть, буду выступать. И хочу показать этот норматив, чтобы готовиться к чемпионату мира. Второй результат первого дня соревнований в мужском метании диска у Николая Сидюка. Третье место занял Виктор Бутенко. Подведены сегодня итоги и среди женщин в метании молота. Золото у Елизаветы Царевой. Она метнула молот на 71 метр. Немного не дотянула до 70-ти Софья Палкина. Основные итоги Кубка России подведут уже 29 мая. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.